Здравствуйте, мы продолжаем, и у нас в студии очередной наш утренний гость. Это Юрий Терегулов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой функциональной диагностики Казанской государственной медицинской академии. Доброе утро, Юрий Милевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Значение ЭКГ в современной диагностике, расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, электрокардиограмма, электрокардиография, это исследование электрических процессов сердца. Да. И мы знаем, что такое сердце. Это просто насос, который качает кровь. Но человек живет столько, сколько будет работать сердце. И это мы тоже прекрасно знаем. И вот управляет этим процессом сокращение и поддержкой сердца как насоса именно электрический процесс. Существует... Вот кто занимается электроникой, все прекрасно понимают, как работает эта система. Существует генератор, синусовый узел, который, значит, создаёт импульс. Они распространяются по проводящей системе сердца. Это просто проводки, по-другому сказать. И доходят до каждой клеточки, происходит возбуждение, и после этого происходит сокращение. Вот что у нас сердце... Мы же прекрасно понимаем, что постоянно работает неритмично. Мы с вами разговариваем, волнуемся, пульс учащается. Ночью он урежается. Для чего это нужно? Для того, чтобы человек долго жил. И чтобы сохранялась энергия. Если сердце будет работать жёстко, ритмично, значит, человек так долго не проживёт. Энергии быстро истратится. Поэтому, конечно, электрические процессы, они регулируют и дают нам здоровье и ту продолжительность жизни, которая, в общем-то, у нас должна быть. Синхронные сокращения, регуляции силы сокращения, всё обеспечивается электрическими процессами сердца. И вот электрокардиограмма и изучает эти процессы. Историю электрокардиограммы уже более ста лет. Нет, Казань хотел как раз об этом сказать, два слова, что является родиной клинической электрокардиографии в мире. Удивительно. И мы совершенно не знаем наших истоков. Но на самом-то деле вся наша казанская школа, знаменитая казанская медицинская школа, она стоит на таких людях, как Александр Филиппович Самойлов, который стал проводить электрокардиографические исследования с шестого года. В девятом году уже было... Это в Казани. Это в Казани, именно в Казани, впервые в России и даже во многом впервые в мире, это Александр Филиппович Самойлов. Значит, и его имя знают во всем мире. Есть библиографы Самойлова в мире, и мы оттуда получаем много информации. И вот первая книга в мире по электрокардиографии именно написана Самойловым. Вот я ее принес. Вот вы ее принесли, да? Да, эта книга написана на немецком языке, он знал множество языков, писал на немецком, на английском. Она написана на немецком языке, посвящена Казымбеку. Это наш профессор, знаменитый терапевт. И эта книга уникальна, потому что именно первые исследования на пациентах были сделаны и уже описаны клинические случаи, которые встретились именно Александру Филипповичу Самойлову. То есть это описано в этой книге, да, в этих случаях? Да, это уже и монография, это уже и руководство, и это описаны клинические случаи. И мы перевели по случаю 150-летия Александра Филипповича, который был в 2017 году. И удивительные вещи написаны именно в этой книге. Юрий Милевич, а вот скажите, пожалуйста, что ЭКГ – это один из самых простых и доступных методов обследования сердца. И вот появились новые. Методики обследования. Вы знаете, значит, электрокардиография, она не старая, она новая, потому что сама по себе система регистрации, да, она сама по себе, ну, можно сказать, устоявшаяся, да, 100 лет приблизительно. Но анализ электрокардиограммы, такие исследования, как электрокардиограмма, векторокардиограмма, нагрузочные тестирования, холтеровском интервировании, они уже доступны у нас всем. Но основа – это электрокардиограмма. И здесь главный анализ этих данных. Электрические процессы мы в любом случае изучаем, значит, с помощью вот этих методик. Есть трёхмерное изображение. Есть изображение, которое, когда волна пробегает по сердцу, накладывается на само сердце, полученное из компьютерной томографии. То есть, ну, это всё всё равно ЭКГ. И буквально два слова хочу сказать по необходимости для пациентов, для наших. Есть понятие внезапной сердечной смерти. Внезапная сердечная смерть – это смерть, в нашем понимании, непредсказанная ни пациентам, ни врачам. Распространённость очень большая. Это 200-250 тысяч человек погибает внезапно в стране. И это пациент – это мужчина с 45 лет. И основа – это аритмия, патологические нарушения аритма сердца. И вот именно эти методики предназначены для прогнозирования, для диагностики этих опасных состояний. Поэтому рекомендую всем проходить исследования. Как часто? С 45 лет. И мужчинам, и женщинам, потому что сейчас уже гендерные различия у нас стираются. Ежегодно, если нет каких-то проблем, и по показаниям, если это необходимо. В общем, всё равно в профилактических мерах нужно, да? Хорошо. А какие прорывы в диагностике можно ожидать в ближайшее время? Вы знаете, прорывы в диагностике уже происходят. Внедрение компьютерной техники, именно компьютерного моделирования, это является основой для именно понимания всех процессов. Но когда у нас электрическое поле объединяется с самим изображением сердца, и мы видим, как оно проходит по реальному сердцу, это, конечно, наглядно. У нас это оборудование стоит уже в Затарстане. Разработка российская. То есть в мире такого оборудования нет. То есть Казанская школа, российская школа электрокротографии. Сильнейшая. Передовая. То есть сильнейшая. Мы просто об этом мало знаем. Возможности огромные. Ваш совет нашим телезрителям? Ну, совет. Красота и здоровье. В наших руках. Естественно, да. Конечно, надо заботиться о себе. Надо заботиться, надо обследоваться, надо внимательно относиться ко всему, что происходит в мире. И наше здоровье – это и духовное здоровье, и физическое. Вот это самое главное. Спасибо большое за ваши советы. Спасибо, что пришли с утра пораньше к нам. До новых встреч. Всего вам самого доброго.